МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История кузнечного дела начинается с Железного века, когда первобытный человек впервые стал делать инструменты из металла. Скорее всего, случайно люди заметили, что если на углях нагреть определенный тип породы, получается железо. Ну а дальше – дело техники. На протяжении веков кузнецы экспериментировали с целью получить более прочный и совершенный металл. Так был изобретен метод закалки стали, разработанные различные способы изменения содержания углерода в железе, что расширило возможности его применения. Кузнечное дело процветало до начала индустриальной эпохи. В конце 19 века было построено множество железных дорог, а оборудование и предметы стали производить на заводах и продавать в магазинах. Несмотря на это, кузнечное дело смогло выжить, но только как ремесло. В народе говорили – кузнец любому делу венец. И действительно, какая бы ни была профессия, будь то портной, токарь, слесарь или, может быть, плотник, каждый из этих мастеров рано или поздно обращается к кузнецу за своим инструментом, какими-то приспособлениями. И сегодня в Бобруйске мы познакомимся с еще одним таким замечательным мастером Сергеем Морозом – кузнецом-энтузиастом. И попробуем освоить его, безусловно, нелегкую, но интересную профессию. Субтитры создавал DimaTorzok Кузнец – музыкант, а в недалеком прошлом еще и гончар. В кузнечном деле Сергей далеко не новичок. Без малого 8 лет в ремесле. Но до сих пор не может назвать это работой, скорее, дело всей жизни. Возможность воплотить фантазии в таком неподатливом материале, как металл. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Меня Павел зовут Сергей. Хотелось бы освоить или хотя бы узнать секреты вашего ремесла. Что из себя представляет профессия кузнеца и что вообще должен делать настоящий кузнец? С удовольствием. Ну, давайте для начала перейдем. Спасибо. Это я так люблю. Техники, мне запасы, прежде всего. Кузнечное ремесло, как известно, одно из древнейших. Его уникальность в том, что все технологии и приемы ковки пришли к нам из глубокой древности и до сих пор используются в первозданном виде. Все в кузнечном ремесле придумано уже тысячи лет назад. И никакие нанотехнологии кузнецам объективно не нужны. Прежде всего, это творчество. Со-творчество, наверное. Можно из какой-то старой ржавой железяки сделать. Дать ей жизнь новую, изменить ее, придать форму. Рождается вещь. Они не делаются, они рождаются. Мы не работаем, мы творим. Бывает, едешь в автобусе на работу или идешь где-то пешком. Возникает какая-то идея, и надо остановиться, обязательно взять блокнотик, достать карандаш, зарисовать. Таких набросков много. Потом открываешь, проходит время какое-то, листаешь их, и возникает идея. И возникает, открыл одну страницу, другую базу, а можно из этого взять, сплести все воедино и сделать какое-нибудь изделие. Наблюдая за работой мастера, невольно вовлекаешься в процесс. Возникает желание сотворить что-нибудь этакое всем людям на зависть. И вот, в горне вовсю полыхает огонь. Самое время и нам, Сергеем, определиться с будущим изделием. Традиционную подкову решили не делать. Сразу замахнулись на изящное. Сегодня мы с вами попробуем, не попробуем, а изготовим розу. Точнее, вы ее изготовите, а я вам буду помогать. Для начала нам нужно нарисовать эскиз, прежде чем ее сделать. Нужно знать, какая она будет. То есть, основные элементы? Элементы, да. Нам нужно будет сделать лепесточки вот такие вот. Вот эти элементы нам нужно будет подготовить. Настал и мой черед творить. В первую очередь, чертеж переносим на лист жести, ну а потом долгая и упорная работа молотком и зубилом. Из этого, Павел, нам сейчас нужно высечь зубилом по этому контуру вот наши лепесточки. Вот ваша задача. По всему, видать, работа будет тяжелая. Надеюсь, что ручки-то помнят уроки труда. Итак, спустя энное количество времени у нас получается вот такой вот лепесток. Вырубили мы его вот этими вот инструментами. Далее у нас была тонкая доводка напильником. Ювелирная работа практически. Далее мы соединим вот так вот. Еще у нас будут вырубаться два лепестка. Пять тысяч лет кузнецы стучат молотом о наковальню. Кузнечное дело – это и скульптура, и живопись. Это волшебство. Таинство превращения бесполезного в столь необходимое. Невзрачного в прекрасное. Находясь около горна, и смотря на огонь, невольно откатываешься, по крайней мере, в своих мыслях, на несколько столетий назад, когда наши предки точно так же смотрели за своим горном, за огнем, ворочили заготовку. А потом, путем нескольких манипуляций, в них получались вот подобные вот изделия. Подковы, косы, топоры, ножи. Ведь как ни крути, любой профессионал, который плотник, столер, он же всегда приходил к кузнецу? Он приходил к кузнецу, приносил ему, допустим, сундук, брал у него жменью гвоздей и уходил. Вот такой был обмен, натуральный обмен. То есть человеку не нужны были деньги, по большому счету. Кузнец мог прийти к молочнику, взять к рыночку молока и принести ему какую-нибудь лопату, допустим. Тем более, что раньше кузнец объединял несколько специальностей. Один человек мог делать и доспехи, и оружие, орудия труда, замки, подковы для лошадей и многое-многое другое. В прошлом кузнец мог даже вытаскивать людям зубы. Веками между мастерами складывались особые взаимовыгодные отношения. А как бы можно было построить дом, если не срубив бревно в лесу, дерево в лесу? А чем рубить? Топор нужен. Все настолько было взаимосвязано. Люди были друг другу нужны. Было единство и целостность. Огромный выбор молотов, молоточков, различные кувалды, наждаки – всего не перечесть. Кузне у каждого инструмента свое назначение, и знать его кузнец обязан, как дважды два. Кстати, в былые времена мастер всегда работал в паре с молотобойцем. Сегодня его успешно заменяет гидравлический молот. Хороший помощник, но крайне опасный. Подобный механизм в первую очередь требует внимания и осторожности. Вот эта ударная часть – 80 килограмм, да? Это масса свободная падающей части, поршень. Это весит 85 килограмм, да. А при ударе десятки тонн? Тонны, тонны, да. Очень опасный инструмент, с которым нужно относиться серьезно. В общем-то, не куточки. Очки, очки, одевайте очки. К нему нужно относиться с уважением. Конечно. Быстро, тяните, медленнее, тяните. Тяните медленнее немножко. Сильнее ударяйте. Ну вот. Пластилин! Кусть железа пока горячо. Вот, заготовочка уже не остывает потихоньку. Опять нужно греть ее снова. В кузне царит своя атмосфера. Витает что-то магическое, древнее. Как-то так, ведя неспешную беседу с Сергеем, я постепенно проникался к кузнечным делам. Интересно. Будет горн, трещат изгры. Кузнечное ремесло изгребле считалось высшим умением. Искусством, связанным с помощью чудодейственных средств и нечистой силы. Согласно старинным поверьям, кузнецу в его работе помогает черт. Он замешан в колдовстве и чародействе. А связанное с колдовством слово «козни» происходит от понятия «кузнец». Когда горит огонь, как-то мысли, знаете, как-то, ну, они уходят, уходят какие-то переживания какие-то там. Просто погружаешься в себя. Говорят, что наковальня символизирует ковку вселенной, так сказать. А молот – божественную энергию. А материя – это то, что находится между ними. Иногда, работая в кузне, мы отвлекаемся на музыкальную паузу. Берем гитару в руки и поем песни. Смотрите на меня в окно, и мне кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. «Вечером. Мне нравится больше работать вечером. В кузне должно быть темно, здесь у нас окна, поэтому ночью, ну, вечер, ближе к ночи, здесь темно. Видно хорошо цвет металла, естественно, нагрев его температурой. Ну, включается музыка, спокойно». «Что такое движется там по реке? Белым дымом играет в лещи до металла моносолы. А что такое блещется там далеко? Та-да-дри-дин-та-тай-на-та-та-ра-та-та-та-та-тай». Я почему-то сразу вспомнил, вот старый классический фильм «Шестиструнный самураймер». Вы его смотрели? Я его смотрел. Вот я сейчас. Новый сюжет «Шестиструнный кузнец». Почему бы и нет? Как говорится, делу время, а потихий час. Устроив импровизированный концерт в кузне, мы испортили заготовки для будущих листьев нашей розы, попросту забыв их в корне. Металл сплавился, а у нас добавилась работа. «Ну что, готовы?» «Ну, давайте попробуем». «Давай, сядь, держись, вот. Лучку ношу. Сейчас давайте разрубим здесь. Я буду держать, а вы ударяете. Теперь на угол, да, и внутрь. Итог работы зависит и от наковальни. В кузне Сергея их две. У каждой свой характер. Под молотом кузнеца наковальня словно оживает, порой даже диктуя форму будущего изделия. Есть у кузнецов и определенное суеверие, связанное с наковальней. Например, на нее нельзя садиться. Это может принести неудачу. О, эта наковальня мне очень дорога. Это подарок мамы. Мама подарила мне на день рождения. Это не просто какая-то вещь, которая радует глаз или что-то там еще, сувенир какой-нибудь. Это инструмент, причем, как мне кажется, живой. Это не просто кусок железа. Это не назовешься помощником, это сотрудник. Не помощник, а сотрудник. Это мы помогаем, может быть, это процесс взаимный. Так все в мире взаимосвязано. Нет ничего случайного, нет ничего ненужного. Надо просто видеть, находить, пользоваться. Не могу сказать, что стал кузнецом. Так, поверх на стопа плавал, спалил пару заготовок. Хотя, что-то и хорошо получилось. Главное, я познакомился с интересным человеком, да на пару часов приобщился к замечательной профессии. Сергей, можно уже, наверное, вытаскивать? Я думаю, что пора доставать, да. Наша роза дошла до кондиции. Собственно, вот это вот и апогей нашего материала. Красота, рожденная в пламени. Сергей, большое спасибо за вашу работу, за то, что показали, собственно, что из себя представляет труд кузнеца. Мы сегодня увидели, как простой кусок металла превращается вот в такую красоту. Ну, а нам всем остается только любоваться. Прижмись ко мне крепче, ты будешь свободной. Ты будешь такой же, как я. Ты знаешь, что есть на земле это место, где можно дышать, не боясь. Ты любишь свой город, ты даришь мне воздух. И, может быть, любишь меня. Субтитры подогнал «Симон»